Спасибо большое, что вы все присоединились, опять же, несмотря на позднее время. Ждем еще буквально пару секунд и начинаем с Божьей помощи. Все, спасибо большое. Мы начинаем, потому что время позднее. Я не знаю, кто еще потянется. Надеюсь, что послушают в повторе, кому будет интересно. И да, моя любимая тетя из Рыховата, привет! Руслан, шалом! Итак, мы начинаем. Надеюсь, что вы смогли посмотреть прошлый урок, который был дан вчера, потому что сегодня будет продолжение непосредственно той темы, но она будет называться совсем по-другому. И мы будем раскрывать с вами тоже очень актуальную для нашей жизни тему. Что делать с нашим прошлым? Все мы пришли с вами. Шалом из Одессы, шалом! Все мы пришли с вами из другого мира, в котором нас окружали нееврейские друзья, нееврейские знакомые, нееврейская работа и жизнь, полная нееврейского экшена. Но все мы с вами в какой-то момент... Привет, Питер! Два дня, да. Это правда. Мне только что звонила подружка из Америки. Я говорю, если после урока у тебя не будет поздно, я наберу. Она посмеялась. Говорит, какое поздно, у меня только обеденное время будет. Итак, самый актуальный вопрос всех тех, кто вернулся к вере. Что делать с нашим прошлым? Можно ли его как-то забыть? Надо ли о нем забывать? И как оно влияет на наше будущее? Неужели до 15 лет, когда я еще не знала, что я еврейка, все то, что я делала, оно будет все равно записываться мне в грех? И все то, я не знаю, сало, которое я кушала, оно все равно будет стоять у меня перед глазами, когда я буду давать Дине Хриджбон самому Всевышнему после 120 с Божьей помощью. Итак, я думаю, что вы все знаете эту историю. Был такой Шимон, который прозвали Шимон Злой Язык. Это человек, который вообще не постоянно всех обижал. И когда надо было узнать последние сплетни о каких-то людях в общине, всегда бежали к нему. Любочка, привет, любимая! О, бокер-то вообще замечательно. У кого бокер, у кого утро, у кого день. Весь мир соединен в этом уроке. Спасибо, что вы со мной. Итак, этот человек настолько много обижал людей, что когда-то ему пришел конец, в один емкий бур он решил, что он должен попросить у всех прощения. Но как это сделать? Хоть куда эти слова разлетелись, кого они обидели, он не знал. Он позвонил Равину, и Равину ему сказал, возьми, пожалуйста, много гвоздей, забей их в стену, и каждый раз, когда ты будешь просить прощения у какого-то человека, высовывай этот гвоздь из стены. Вы знаете, что случилось дальше. Он попросил у всех прощения. И тогда он позвонил Равину и сказал, что делать дальше. И Равина ему сказал, посмотри на эту стену. Несмотря на то, что на ней гвоздей совсем не осталось, что осталось? Остались дыры, которые ты не можешь заделать. Знаешь, что любые слова, они обязательно оставляют отпечаток в нашей жизни, и нельзя их взять назад. Ты можешь попросить прощения и сказать, давай с этой минуты мы больше не будем с тобой ссориться. Я обещаю больше не говорить о тебе, Лошонера. Но что? Все, что я о тебе говорила, оно никуда не денется. Так ли на это смотрит иудаизм, и что нам делать с нашим прошлым? Опять же, наш главный, актуальный вопрос недельной главы, который называется Вейра. Юля, моя любимая двоюродная. Привет. Итак, я хочу вам напомнить одну историю, которую я на одном уроке уже говорила, она из Гморы, про Раби Йоханана и Рейш Лакиша. Когда-то Раби Йоханан, это большой комментатор Гморы, бывший раввин всего Израиля, он поехал в Тверь и окунулся там, в Микву, в озеро. А в то же время там был глава всех бандитов, самая маленькая мафия, которая держала в страхе весь город, Рейш Лакиш. Вот они встретились, и Рейш Лакиш смотрит на Раби Йоханана и говорит, твоя красота для женщин. Что он имел в виду? С одной стороны, он сказал ему, красота, каждая женщина мечтала бы иметь такое тело и такое лицо и кожу, как у тебя. Но с другой стороны, он сказал, что ты делаешь в своей Торе, зачем ты ее соблюдаешь, зачем ты скрываешь эту всю красоту в бейс-мидраше, если ты можешь выйти и наслаждаться этой жизнью, отбоя у тебя не будет от женщин. Посмотрел тогда Раби Йоханана на Рейш Лакиша и сказал, а твою целеустремленность, твое желание добиваться цели, твою силу и твою смекалку, которую ты используешь в своих бандитских направлениях, направить бы на изучение Торы, цены бы тебе не было. Давай мы с тобой сейчас составим договор. Тор, у меня есть сестра, и знаешь, что моя красота не сравнится с ее красотой. Я даю тебе ее в жены, делаю вам шедох, только если ты идешь со мной и будешь учиться и посвящать себя Торе. Ну, представьте на секундочку в наше время такую историю, когда, не дай бог, даже не хочу упоминать его имя, но вот на прошлой неделе вышел злодей из тюрьмы, который должен был поселиться в нашем городе, и, слава богу, силами община этот человек поселился в другом городе, хотя я крайне тоже недовольна всей этой ситуацией. Так вот, пришел бы главный раввин города к этому человеку и сказал, несмотря на то, что ты такой подонок и тюрьма тебя не исправила, если ты сейчас пойдешь со мной учиться в синагогу, я отдам тебе в жены свою дочь и сестру, неважно. Такая ситуация не могла случиться. Но что и раб Йохана не прогадал. Рейш Лакиш согласился, и его сестра тоже увидела в нем потенциал, она ушла за него замуж, и этот Рейш Лакиш превратился в невероятного праведника. Они сидели, целый день учили Тору, и когда-то у них зашел вопрос, логический, я не знаю, если вы поймете, ну так, бэкцера, когда холодное оружие принимает нечистоту. Привет всем! И раб Йоханан сказал, как только железо высовывают из печи, и оно полностью ошпарено, и ему придана форма, тогда оно уже считается холодным оружием и может получать туму. На это Рейш Лакиш посмотрел и сказал, не-не-не, это железо еще обязательно надо окунуть в воду, и только после того, как оно остынет и станет на самом деле холодным оружием, только тогда оно принимает туму. И раб Йоханан посмотрел на него и сказал, с кем я спорю, извини, я забыл, что это же твоя стихия, и ты знаешь, как делается это оружие. Рейш Лакиша побледнело лицо, и он сказал, ты до сих пор помнишь мое прошлое? Что бы я ни делал, сколько бы часов я ни просидел здесь с тобой, в Бейт-Мидраша, ты все равно вспоминаешь то, кем я был. Он ушел из Бейт-Мидраша, и дальше история, к сожалению, очень-очень грустная. Рейш Лакиш сошел с ума, так оставшись в запертой комнате, никому ее не открывая, раб Йоханан не смог найти себе замену. Он впал в глубокую депрессию, он сказал, что это как моя правая рука, я не могу без нее учить Тору. И тут же все, спасибо вам за внимание, добрый вечер. Тут же все раввины начали искать ему замену, и нашли одного главного раввина, который мог быть ему достойной партией в изучении Тора. И каждый раз, когда раб Йоханан говорил какой-то закон Торы, тот ему приводил 24 доказательства, почему то, что он сказал правильно. И он сказал, ты думаешь, это сравнится с Рейш Лакишем? Рейш Лакиш мог найти 24 каверзных вопроса, которые заставили бы меня еще подумать в 24 уровня, как посмотреть на этот вопрос с разных сторон. К сожалению, эта история не закончилась для нас хорошо. Но что? На самом деле существует такое понятие, как «прошлое не вернуть». Май де ава, ава, говорят на арамейском языке, проводится это предложение у нас в Талмуде. Что было, то было, оно не вернуть. Мы можем, как я давала урок перед Емки-Пыром, не знаю, помните вы или нет, мы можем забыть, что у нас было, и начать с нового листа. Помните, мы с вами говорили про психологов, что не обязательно копаться в прошлом, смотреть, что у нас было в детстве. Иногда это вводит нас еще в более глубокую депрессию. Иногда достаточно коуча, который скажет, послушай, дорогой, мы сейчас останавливаемся на этой точке и начинаем с тобой с этого, с этого момента жить по-новому. То, что у нас было там, мы обязательно к нему вернемся, но оно не должно нас затягивать. Мы должны продолжать жить дальше, сто минут, когда мы решили взять на себя хорошее решение. Но все мы пришли к вере, я думаю все. Вот нас, слава богу, 54 человека, я 55-я, я не знаю историю каждого из вас. Могу сказать себе, что я в достаточно позднем возрасте пришла к религии, и все то, что у меня осталось за плечами, в какой-то момент я поняла, что это груз, который я бы не хотела передавать, например, своим детям или вспоминать каждый день за чашечкой чая. Что с этим грузом каждый из нас может сделать? Жить с ним дальше или можно его как-то изменить, изобрести машину времени и вернуться в прошлое? Забегая вперед, скажу, да, наша Тора дает нам такую возможность, она дает нам решение, математическое уравнение, как мы можем создать эту машину времени, вернуться назад. И мало того, что мы сотрем то, что было, мы еще и перевернем все наши грехи в заслуги. Где мы это видим? Сам Рейш Лакиш приведено в Гумаре Масехет Йома. Йома – это от слова Йом – день. Тот самый день, имея в виду Йом Кипур, который говорит у нас про раскаяние, приводит два идентичных предложения, которые заканчиваются по-разному. И два эти слова, окончания каждого предложения, они настолько раскрывают смысл нашего урока, что мне на них хотелось бы построить весь урок. Первое, что он говорит. «Велика сила раскаяния, которая переворачивает все прошлые грехи в ненамеренные». И второе, что он говорит. «Великое раскаяние, которое переворачивает все прошлые грехи в заповеди». Вы чувствуете, какая большая разница, что он хотел нам сказать? Эти два предложения учат нас невероятные вещи. Извините, я выключу телефон, кто-то мне пишет, не знаю, что у меня урок. «Моя любимая сестра, если ты меня слышишь, привет». Если вдруг, не дай Бог, ни о ком не будет сказано, наступает у человека какая-то тяжелая болезнь, или он сталкивается с какой-то трудностью, он говорит, пожалуйста, только я выздоровлю, я обязательно начну соблюдать шабаб Всевышнего, пожалуйста, я возвращаюсь в полное веру, только пошли мне благословения в делах, которые я делаю. Вот дай мне полное выздоровление, дай мне детей и проси у меня дальше все, что угодно. Вот такая вот чува, которая заставляет внешние факторы нас двигаться дальше, она на самом деле, это замечательная чува, но она делает наши прошлые поступки как ненамеренно, она их уменьшает. А что переворачивает наши поступки в прошлом? Это когда мы делаем заповеди, и когда мы возвращаемся к вере с любовью, когда мы говорим Всевышний. Мне очень хочется вернуться, и неважно, я знаю, что жизнь религиозного еврея, это не обязательно кататься, как кто там, кот в масле, мышь в масле, кто-то в масле, в общем. Еврейская жизнь, несмотря на то, что нововещено большое благословение, она все равно состоит, как у обычного человека, из большого количества испытаний, это совершенно не обещает нам сладкую жизнь. Но что? Всевышний, я хочу быть с тобой, я хочу идти по твоей дороге. И именно такая чува, раскаяние, приводит нас к тому, что все наши прошлые грехи переворачиваются в заслуги. Приходят многие раввины и говорят, не верится мне, что на самом деле это так и работает. Разве шабад, который я не соблюдал раньше, придет, вернется и будет соблюден? Разве дом, который я разрушил, он от моего, прости, возобновится? Это как прийти к человеку, я не знаю, я сломала кому-то телефоны, и прихожу и говорю, извини, слово мне изменишь. Я-то с этой минуты тебя прощаю, понимаю, что ты не будешь больше так делать. Но что мне делать со словным телефоном? Действие решается действием, слово решается словом. Но что? Приходит Тора и говорит, что даже действия, совершенные в прошлом, могут облачиться в заслугу. И когда мы придем с Божьей помощью после 120 лет, наша душа ко Всевышнему, он скажет, не соблюдал 250 шабатов в своей жизни, получай награду. Как это сделать? Если вы дождетесь до конца урока, и если вы еще до сих пор не знаете, я вам обязательно раскрою этот секрет с помощью, слава Богу, недельной главы Исихи Рэба, которая нам ее раскрывает. Итак, вернемся немножко к нашей недельной главе. Я уже говорила вчера, 86 лет рабства, невероятная тяжелая работа. Фараон, мало того, что не отпускает еврейский народ, он еще усиливает нашу работу, усиливает наши испытания. Но что-то меняется на одной из казней. На какой? На казни Град. Это первая казнь, когда фараон говорит, «Хатати, извини меня, пожалуйста, Всевышний, я сейчас понял, с кем я имею дело, я не хочу больше продолжать». Несмотря на то, что мы знаем, что еще было три казни, он остановился. Но это первый раз, когда он сказал, «Хатати, я сейчас согрешила, я хочу в данную минуту остановиться». Говорят, что Град – это была особенная казнь. Почему? Потому что она была совершенно над природой, над рамками природы. Это был… Сейчас. Спасибо, очень приятно, Валентина. Я уверена, что я у вас могу тоже очень много чему поучиться. Это был Град, то есть лед, внутри которого пылал огонь. Это была настолько страшная заповедь, что написано, что она включала в себя все четыре вида убийства, которые приведены у нас в Торе. Скила, сейчас секунду, Скила Срыфа, Эрек Вехенек. Это было камнекидание, камнеубийство. Это когда Град падал на голову человека, животного непонятно чего и разрушал, убивал его. Второе – это Срыфа, сожжение огнем, когда этот Град падал на землю, Градина разбивалась, оттуда выходил огонь, и он сжигал все, что попадало ему под власть. Эрек – это убийство. Он этот Град убивал все, не щадя ни материальное, ни духовное, ни людей, ни животных, ни имущества, ничего. И последнее – это Хенек. Вода, как только доходила до земли, она начинала таять, и был так своего рода потоп, как у нас в Израиле в последнее время, и не дай бог вообще. И люди тонули в этой воде. В общем, это было невероятное испытание. Я понимаю, почему он его испугался. Муж и молятся, и Град прекращается. И дальше я хочу вам задать тот вопрос, который задают наши мудрецы. Вот в ту секунду, когда Мушер сказал Всевышний, все, останови, Град прекратился. Что стало с теми Градинами, которые уже отделились от облака, но еще не упали на землю? Что с ними стало? Если бы мы сказали, что эти Градины продолжали падать, то значит, все идет в рамках природы. И Мушера Бейну совершенно не пользуется помощью Всевышнего, потому что Всевышний не смог остановить эти Градины. Нет. Приходит Раша и дает нам два варианта ответа. Первый ответ. Он говорит, что эти Градины застыли в небе, и так и остались висеть до какого-то определенного момента. Но потом он приходит и тут же добавляет нам вторую вещь, которая с одной стороны полностью противоречит ему и его первому выражению, что он говорит, что эти Градины полностью испарились. Огонь поглотил воду, они испарились, и больше их не стало. Зачем Раше надо было приводить два этих примера, которые как бы противоречат один другому? Потому что это имеет часть нашей темы, потому что Раша говорит, что если я остановлюсь на первом примере, когда эти Градины повисли, что это значит? Что каждый раз, когда в Египет будут приходить новые люди, они будут смотреть на эти Градины и говорить, ого, что это у вас тут такое? И все люди будут говорить, а, это наш фараон, он тут такие вещи делал, он так против еврейского Всевышнего восстал, что не пришлось Всевышнему его наказать. И тогда каждый раз ему бы вспоминали те грехи, за которые он только что раскаялся, и сказал, «Хатати, извини, Всевышненький, Гадоля, та!» «Потому что великий ты, как я мог раньше не понять, с кем я имею дело?» И поэтому Раша говорит, для того, чтобы вы не подумали, что Чува грехи оставляет позади, они не стираются, я привожу вам следующий пример и говорю, если вы говорите про Чува, то как только фараон сказал «Хатати», все исчезло, как будто этого и не было. Град, наводнение, огонь, все, что было только что, разрушающее вот эта стихия, она остановилась, ее как будто бы не было, она полностью испарилась. И Раша тем самым нам показывает, что на самом деле есть какой-то способ, какой-то туннель, по которому мы можем пройти, и кроме того, что мы изменим наше будущее, мы еще можем сменить и наше прошлое. Что это за такая машина времени, с Божьей помощью, без сход с помощью Раби, мы узнаем. Итак, секунду, где я остановилась. Мы с вами немножко вчера затронули эту тему, но мне очень важно к ней вернуться снова. Зачем нам надо было 10 казней? Почему всего... Вот Якуб сегодня, спасибо большое, говорил, первое чудо, с которым они пришли к фараону, это что было? Посох, который становится змеей. И Якуб задал невероятный вопрос, почему нельзя было сделать какое-то большое чудо, грандиозное чудо, которое бы их поразило, и они бы сказали в ту самую минуту, нет как Всевышний, нет как Его величия. Почему они сделали то, что сразу малолетки египетские и смогли повторить? То же самое и здесь. Не дай бог, мы сейчас все вспоминаем времена Шуа, Холокоста, и мы можем с вами сказать, что Гитлеру и Махшему Зихару надо было подходить нежно. Сначала помахать ему пальчиком, потом сказать словом, потом сделать какую-то санкцию, и только потом уже рассказать ему, что есть атомное оружие, но каждый день говорить, что мы его... как это мы им воспользуемся, если ты не прекратишь. Но такое запрещено делать, ведь каждую секунду, которую мы не воюем против зла, они убивают нас и наши души. Почему Всевышний сделал 10 казней? Почему он не сказал с первой же казни? Я тебе сейчас покажу, кто я такой, всему мощь и силу, чтобы ты понял, он больше со мной не связывался. Нам всем, вот я сейчас работаю в садике воспитательницей. Я обожаю это время. Почему? Потому что мы все очень-очень красочно делаем лягушечек, делаем разных насекомых, показываем, как мы все чешемся. Это все очень красиво, красочно, ярко, особенно на Седропезах, когда мы делаем прям... инсценируем все эти вещи с детьми. Ну что? Всевышний не няня, Всевышний не воспитательница, и Брэблион хотел нас развеселить этой историей. Это для чего-то дано было, и почему-то Всевышний растянул все эти 10 казней на целый год. Кроме того, я хочу отметить, что Всевышний совершенно не любит делать чудеса. Все, что он делает, даже огромные чудеса он одевает в рамки природы. Когда-то к Раби пришел человек и попросил его благословения на будущую операцию. Раби ему сказал, обратись, пожалуйста, к такому-то врачу, который принимают в такой-то клинике. Этот человек посмеялся и сказал Раби, ну как бы к врачу я и сам могу пойти, я же пришел сюда за благословением. И тогда ему Раби сказал, гениальную вещь, мне кажется, какая тебе разница, если твое выздоровление произойдет в рамках природы. Еще одну историю приводит Алмуд, мне кажется, я ее когда-то вам рассказывала, но еще, еще, еще вы запомните. Была одна женщина, жена, к сожалению, не помню кого, в общем, ее муж умер, и оставил ей очень много долгов, это были долги не только перед банком, официальными какими-то структурами, а тоже перед черным рынком, которые приходили к ней бандиты и каждый раз угрожали ей и ее семье. И вот пришла на клише пророку и пожаловалась, что если она не вернет этот долг, то ее семье угрожает опасность. И тогда он сказал, скажи, что у тебя есть дома? Она говорит, у меня ничего нету, я продала все, что только можно. Он говорит, ну что-то, что-то у тебя есть? Она говорит, у меня осталось немножечко масла в банке, думала пожарить детям какой-то, блин, яичницу из того, что осталось. Он говорит, а посуда у тебя есть? Он говорит, да, ну как, много посуды какие-то с прошлой жизни у меня остались банки-шклянки. Он говорит, собери всю эту посуду и начинай выливать из этой банки оставшееся масло. Она пришла домой и начала выливать это масло. А масло лилось и лилось и лилось, и лилось, пока не наполнило все сосуды. И потом она пошла и продала это масло и смогла расплатиться со всеми долгами. Спрашивается, почему ты Элиша, о котором нам известно, что он воскрешает мертвых, что он делает невероятные чудеса с помощью Всевышнего не мог сказать этой женщине, я не знаю, вот тебе деньги на голову упадут. Вот это то, что мы мечтаем. Проснуться в один день и увидеть явные чудеса. С Божьей помощью оно так и будет. Каждому из нас желают, чтобы женщина, которая не может забеременеть, проснулась, она уже на третьем месяце. Не знаю, чтобы те, у кого минусы в банке, они благополучно закрыли. Чтобы те, кто страдает от каких-то болезней или, не дай бог, близкие, или родственники, в один день проснулись и все анализы показали, что болезнь исчезла. Мы все хотим видеть чудеса, но что Всевышний одевает эти чудеса в рамки природы? То же самое Ильиша. Он сказал, я оставляю людям возможность думать, что это не Всевышний. Ведь придет какой-то один человек и скажет, что это не чудо Всевышнего, что это на самом деле масло, которое как-то растаяло, как-то заполнило. Мы очень с вами легко, когда нам надо сказать спасибо, придумываем, что это мы сделали. Есть такой анекдот, когда человек едет в Тель-Авив, у него подписание важного договора, он понимает, что если он опоздает на встречу, то все, все 10 лет его работы пошли на смерку. Найти стоянку в 10 утра в Тель-Авиве невозможно. И вот он видит, что без двух минут он же должен забегать в офис, найти стоянку невозможно, поднимает глаза к нему и говорит Всевышний, если сейчас я нахожу стоянку, я обещаю, что я буду соблюдать шаббат. И вдруг ни с того ни с сего сбоку выезжает одна машина, оставляя ему место. Он заезжает и говорит, Всевышний, извини, спасибо большое, я сам разобрался. Вот, в принципе, в нашей жизни так часто и бывает. Для чего были все эти 10 заповедей? Я вам говорила об этом вчера, но очень хочется повторить для тех, кто не слышал. Эти казни были не для египтян, они были для евреев. Это был семинар по вере, это была возможность показать нам, с кем мы имеем дело. Ведь 86 лет мы страдали, и мы забивали... Сейчас. А, я думала, у меня проблема со связью. Да, правда. Кстати, Саид, о том, о чем вы говорите, написано, что во времена Машеха с помощью нажатия одним пальцем можно будет потрогать самую большую святость и самый большой грех. В нашем мире это на самом деле происходит. Вы нажимаете в интернете на одну кнопку, вы можете попасть на невероятно какие-то сайты, я не хочу даже говорить, или нажали на кнопочку и попали на урок один, который преподает вторую святость Всевышнего. Как? Одним нажатием. Вы сделали правильный выбор. Спасибо вам большое. Да, Саид, полностью с вами согласна. Итак, 86 лет мы страдали, мы кричали, мы плакали, и мы просили Всевышнего, чтобы он наконец-то появился, он не появляется. То же самое мы. Разве мы живем легкое время? Откройте Фейсбук, откройте новости, и мы схватимся за голову и скажем, надо выкинуть этот телевизор, телефон, Фейсбук, все что угодно, чтобы не видеть тех ужасов, которые происходят в нашем мире. Всевышний, спаси Всевышний, приди Всевышний, я не хочу, чтобы мои дети жили в этом мире. Приход Всевышний и говорит, я тебе покажу, кто я такой. Может, ты забыл, может, ты во всем этом рабстве подумала, что ты сама должна справляться со всей этой стихией. И я с тобой, посмотри, я владею и небом, и землей, и самыми маленькими пшами, и самыми большими дратинами. Я соединяю невозможное с возможным. Моя мудрость, мои чудеса велики, вспомни об этом. Тем образом Всевышний выводил Египет. И все, спасибо большое за ваши лайки, сердечки, прям мимими. Таким образом, Всевышний выводил Египет из евреев. Но мы продолжаем дальше. Что мы должны сделать с нашими грехами? Первое, это их уменьшить. Уменьшить в наших глазах и в глазах Всевышнего. Мы все должны с вами сказать, все то, что я сделал раньше, Всевышний не ведал я и не знал я, что творю. Я правда. Все те годы, говорю за себя, когда я не соблюдала Тору, я просто не знала, что я теряю. Я не знала, какая это жизнь по Торе. Я не знала, что такое Рокки Тора. Я не знала, что такое еврейская школа. В моем городе ее не было. Всевышний, я правда, пошла бы в еврейскую школу, если бы она была. Я окружила бы себя еврейскими друзьями, если бы они у меня были. И сделала бы себе кошерную кухню, если бы у меня была возможность, я была хозяином своего дома. Всевышний, если бы я могла, я бы изменила мое прошлое. И это то, что мы с вами должны... О, Алёна, у меня тоже телевизора уже сто лет нет. И спасибо Всевышнему. Все, что надо, можно найти в интернете. Правда, одним нажатием кнопки выбрать достойные вещи для нас и для наших детей. Я вам когда-то говорила, это очень такая вещь, к которой мне хочется вернуться. К которой мне хочется вернуться. Есть такая орфографическая как бы ошибка, допущенная в гморе. Написано в Масэхэццотта, которая разбирает случаи, когда женщину обвиняют в том, что она уединилась с другим мужчиной и, может быть, согрешила. Что тогда делают? Ее проверяют водами, в которых растворено имя Всевышнего. Тем самым Всевышний нам говорит, что ради шломбайта, ради мира в семье я готов стереть свое имя, только доказать, что эта женщина не виновата. Если она на самом деле виновата, и все, что говорят о ней, неправда, у нее проходили все болезни, у ее мужа проходили все болезни, она тоже беременна невероятным ребенком. В общем, красота. Не о нас будет сказано. И, в общем, сота должно писаться с буквой самых. А там написано, когда «тестейша», когда согрешит женщина с шин. И говорят мудрецы, как? А что такое шин? Это совсем другое слово. Приходят мудрецы и говорят, правильно, это другое слово, идет она нас научить чему-то другому. «тестейшин» это от слова «штует глупости». Когда согрешит человек, знаете, что не грешит он только от... Как-то вы мне когда-то помогли в комментариях, Михаль, где ты? От духа глупости. Есть такое у нас выражение на русском? Не грешит человек только от духа глупости, который вошел к нему. Человек по природе своей имеет божественную душу, он не хочет грешить. Если он грешил, это значит, что он послушал свое дурное начало, и он совсем не виноват. В следующий раз с Божьей помощью, когда он встанет в эту же ситуацию, он уже не наступит на те же самые грабли с Божьей помощью. Окей. Например, как мы знаем, что человек вернулся к вере на самом деле от чистого сердца? Потому что каждый из нас по два раза в день нарушает законы страны, в которой он живет. не знаю, едет непристегнутый, пыркуется в неположенном месте, его собака, не дай бог, гадит где-нибудь посреди, он не убирает. Так куча вещей, которые мы делаем, и нам кажется, что, ну что мне сейчас в милицию убежать? Представьте ситуацию, когда мы убегаем в милицию, запыхавшись и говорим, накажите мне, накажите, моя машина стояла на неоплаченной пырковке два часа. Нету такого. Но как каждый из нас возвращается к вере? Как каждый из нас вечером лежит в кровати и думает, что он сделал, как он обидел какого-то человека, он начинает говорить, зачем я это сделал? Ну зачем я так поступил? Ну ведь я мог не обижать, но ведь я мог не сорваться и мою злость держать внутри, и может просто мне надо в следующий раз посчитать до пяти. И мы начинаем делать такой вот психоанализ сами с собой, говоря всевышним, пожалуйста, я в следующий раз не хочу и на детей, я кричать не хочу, и ругаться на них не хочу, и мужу я должна нормально отвечать, и выглядеть нормально перед мужем, и обед в следующий раз попробую приготовить мне из двух блюд, то есть трех. Мы говорим Всевышнему от чистого сердца дух глупости. Спасибо большое. Значит, правильно. От чистого сердца спасибо, знаю, что напрямую нас никто не накажет. Почему? Потому что наше сердце, каждого из нас, полно любовью ко Всевышнему. Всевышний это знает. Первое, что мы должны сделать, это повернуться назад и сказать, все, что я делала раньше, не от дурного сердца, от духа глупости. И я надеюсь, что с Божьей помощью у меня будет возможность в будущем избегать плохого влияния, плохих людей, плохих своих внутренних чувств. Всевышний, дай мне, пожалуйста, эту возможность измениться, извиниться и начать с нового листа. А как сделать? Окей, это мы с вами перевели наши прошлые проступки в Жгагот, как то, что мы не хотели делать. А как перевернуть во второе, что Рейш Лакиш говорил, всхуёт в заслуги, за которые нам ещё полгадят по голове и скажут один молодец. Вот просто все шабаты, которые ты не соблюдала, лайк, получай за них Оля Маба, будущий мир. Секунду. Окей, ну ладно, я не буду подкладывать, потому что это у меня всё лежит на сердце. Я думаю, что каждый из вас знает, как это сделать. Мы должны в жизни ошибаться. И благодаря нашим ошибкам мы пришли к тому месту, в котором мы находимся. И благодаря всем тем сложностям, которые мы прожили в прошлом, мы стали тем человеком, который я сейчас. Мне кажется, что только благодаря тому, что мы видели в детстве, мы понимаем, что мы не хотим, чтобы наши дети видели тот мир. Я правда благодарна Всевышнему за то, что моим детям не пришлось менять русское имя на еврейское, за то, что моим детям никогда не узнать с Божьей помощью, что такое вкусная кошерная еды, что моих детей изначально еврейская школа, и они первое слово, которое говорят, это амен, им, а таты, или что-нибудь еврейское, аидыш, и такое, вот за что воевали наши бабушки, дедушки отдавали жизнь за то, чтобы у них были такие внуки и правнуки. только благодаря тому, что я пережила, я знаю и ценю ту жизнь, которую я сейчас выбрала и с Божьей помощью хочу передать с мудростью своим детям. Была такая история, когда один человек очень богатый должен был подписать какой-то договор на огромную сумму денег. Собралось СМИ, телевидение, должны были это как-то осветить в прессе, и вот у него спрашивают, а, и вот подходит этот момент, ему дают документ, чтобы он подписал, и он должен был там написать свое имя и фамилию. Он поставил и роспись, а имя и фамилию не пишет. Почему? А я не умею писать. Как ты, миллионер, добившийся стольких высот в жизни, не умеешь писать? Почему? Он говорит, если бы я умел писать, я бы остался габаем. В чем история? В том, что когда-то, когда у него не стало отца, он остался с больной мамой, он должен был в раннем возрасте оставить школу и пойти работать. Естественно, его никто не принимал, только синагога, в которой он работал служкой. И вот синагога увидела, что этот мальчик справляется со своими обязанностями и решила подписать с ним договор его обязанности, обязанности перед ним. Сказали, вот, пожалуйста, поставь свою подпись, и он и этого не умел. И его выгнали оттуда. Он пошел на рынок, купил яблоко, продал его немножко дороже, купил два яблока, потом он уже купил киоск с яблоками, потом он купил как-то массаид, грузовик с яблоками, и, в общем, так он раскрутился. Так вот, он говорит, если бы я тогда умел писать, я бы остался служкой в синагоге. Что мы можем с вами сделать? Мы можем с вами дать объяснение тем вещам, которые с нами случилось, совершенно другое, чем оно было. Мы можем сказать Всевышний. Все, что было тогда, оно было для того, чтобы сейчас я пришел к вере, для того, чтобы сейчас у меня была еврейская семья. То, что я тогда видела нееврейские отношения в моих знакомых, очень много неевреев, которые у меня в друзьях. Я всегда говорю, привожу примеры, бывают плохие евреи, плохие неевреи, все бывают и плохие и хорошие, ни в коем случае не берите мои слова прямо. Но то, что я видела, оно заставляло меня желать чего-то другого, чего я еще не хотела, но я знала, что я не хочу таких отношений, как есть у моих подруг. Вот недавно я была в Беларуси, я встретилась со своими дворовыми подругами, друзьями, и я поняла, что о боже, не дай Боже, к сожалению. Или, к счастью, смотря на них, я понимаю, что благодаря тому, что я видела, сейчас я там, где я нахожусь. Мы можем сказать все вышли, благодаря тем шабатам, которые я не соблюдала, сейчас я пришла, ищусь с большим желанием, хочу их соблюдать. Придите в синагогу, не знаю, даже в Израиле, и посмотрите на людей, как они молятся. Я могу вам с 99% сказать, что тот человек, который молится от чистого сердца, который сосредоточен в молитве, который отложил телефон и не говорит с друзьями сплетни, это тот человек, который вернулся к вере, потому что это тот человек, который знает, как это жить без веры, и который сейчас ценит каждую минуту. А кто? Кто чаще всего говорит во время молитвы, общается, телефоны, кто что купил, кто что продал, у кого что жена сделала. Те, кто родился в религиозных семьях, как бы мне не было тяжело об этом говорить, но они живут с этой святостью, они не знают ничего другого, они принимают ее не так, как мы с вами, которые умеем ценить, у которых еще есть нерелигиозные друзья, нерелигиозные родители, нерелигиозное, я не знаю, окружение, мы смотрим на них и говорим, вот так как они, не хочу, хочу как-то по-другому. Благодаря Всевышнему всему тому, что я пережила, только оно меня вернуло на тот путь, на котором я сейчас стою. И тогда Всевышний говорит, ах, благодаря тем несоблюденным шабатам ты сейчас соблюдаешь, значит, они были тернистым путем к заповеди, тогда и этот путь сам считается заповедью. Представьте, что человек пришел после тяжелого рабочего дня, зашел на кухню, у него дома ничего нет кушать, он разотлился на жену, спустился домой, зашел в соседний кироск и купил, не знаю, какую-нибудь шаурму или хот-дог, он съел, а потом только, когда успокоился, сел с тамбитым животом, посмотрел, а в этом месте вообще нету кашрута. Он схватился за голову и сказал, боже, в следующий раз я возьму на себя еще сильнее кашрут и буду смотреть на те места, в которые я кушаю. Так что получается, этот хот-дог некошерный, он был грехом или нет? Получается, что благодаря этому хот-догу он взял на себя хорошее решение и этот хот-дог превратился в заповедь. И он перевернулся во что-то хорошее. Например, хочу тоже привести историю с недельной главы Хаей Сара, которую мы с вами разбирали. И тогда Влад, помните, нам рассказал, когда про Сару говорится, что было Саре и сто и двадцать и семь лет и умерла Сара. Помните, что нам Влад сказал? Почему приводится не сто двадцать и семь, а сто и двадцать и семь? Потому что в сто лет она была так же безгрешна, как в двадцать, а в двадцать лет она была так же красива, не требовала ни макияжа, ни каких-то причесок, ничего, как девочка семи лет. И была жизнь Сары хорошей. И тут задают вопрос, а какая жизнь Сары хорошая? Помните, как про Якова, когда он говорил фараону, что сто тридцать лет он жил в полном ужасе, в неведении, что творится с его семьей, только последние семнадцать лет в Египте он называет жизнью. И это жизнь. То же самое у Сары. Она не могла забеременеть, у нее дома жил чужой подросток, какая-то вообще жена непонятная, которая совращала мужа, которая там курила какие-то благовония. У нее была не жизнь, а черт знает что. Она состарилась, и было написано, что у нее уже, у нее изначально, по-моему, даже не было детеронных органов, и было видно, что она старая. Помните, когда пришел Ангел и сказал, что будут у нее дети, она сказала, да я старая, и мой муж старый. Это были страшные дни, не дай Бог нам пережить то, что прожили наши праматери. Но почему ее жизни, дни жизни ее были хорошие? Потому что, когда Всевышний послал ей ребенка, когда вдруг он ее омолодил, вернул ей женские дни, вернул ей возможность рожать, унашивать ребенка, когда вернул ей красоту, когда подарил ей невероятного праведника Ицхака, она обернулась назад и сказала, ого, значит, все то, что я тогда пережила, это, оказывается, была подготовка. Это была пружина, которая опустила меня вниз для того, чтобы вот этот вот взлет показался не таким невероятным. Вся жизнь Сары, когда мы оборачиваемся назад, была полна чудес божественного праведения. Так же, как и наша жизнь, если мы сможем открыть глаза и это все увидеть. И хочу закончить тем, что вироша шана мы с вами в Новый год желаем хорошего и сладкого года. Да? Шана Тува у метука. И Райба задает интересный вопрос. А почему метука, почему Тува, почему нельзя сказать просто шана Тува, как с Новым годом, с новым счастьем, я не знаю, зачем добавлять метука? Очень легко, потому что то, что у нас будет шана Тува, о, все, у меня сейчас это, сама растрогалась от того, что я говорю. Ну, правда, это очень, для моей жизни очень важные слова. Если кому-то из вас мне будет полезно, я буду благодарить за это Всевышнего. То, что будет шана Тува, хороший год, это 100%. в конечном итоге мы с вами увидим, что все испытания, которые приходят к нам в году, в конце они окажутся для нас в заслугу и в счастье и принесут нам что-то хорошее. Но мы опросим у Всевышнего Шана Тува у метука, чтобы все то, что Всевышний ты нам посылаешь, конечно, хорошее, мы еще и видели, что оно сладкое. Мы уже видели в этом мире без испытаний и без прошествия большого количества времени, что сейчас мы уже получаем сладкое, что уже сейчас нам хорошо, что уже сейчас мы видим, какие чудеса ты нам даешь. Я желаю вам и нам, и мне, чтобы мы, как злодей, фараон, в конечном итоге смогли сказать «Хатателефанеха, я согрешил перед тобой от ха ашем ки анафтаби». Это, если не дословно перевести, сейчас я понимаю, перед кем я Всевышний стою, чьи заповеди я хочу соблюдать и чьей дорогой я хочу идти. И тогда все, что мы прожили, испарится как град и станем мы большими праведниками с Божьей помощью, чтобы, когда наши прапраправнуки будут названы нашими именами, они могли рассказывать о нас и говорить «А вот моя бабушка праведница, а вот мой дедушка, ого-го, какими были!» Амен, амен, шаббат, шалом! Желаю вам, каждому, понять, какая сила находится у нас в руках и иметь ей пользоваться. Хорошей ваша бата, хорошей недели, благословения всем-всем-всех! Субтитры сделал DimaTorzok